Вперёд! Погонять! Платят! Погонять! 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 Наши детства! Выстоящие! Факел и торпеда встречались ещё в советские времена. Однако особый градус противостояния стало приобретать в наше время. В июле 2019 года факел и торпеда сошлись на Центральном стадионе профсоюзов, когда москвичи проводили первый сезон после возвращения в ФНЛ. Воронежскую команду тогда собирали фактически с нуля. Тогда в 2019 году мы даже толком по именам друг друга не знали. Собрались за недели-две до начала игры. Это только начало было нашего пути. В следующем сезоне факел в Москве крупно уступил, но дома сыграл в ничью при заметном игровом преимуществе. Ближе всего к победе факел был осенью 2021 года, когда вёл в два мяча, но торпедовцы всё же отыгрались. И можно сказать, что игры с торпедой – это уже как наше отдельное противостояние, что всё время у нас получаются такие вот игры. В одном сезоне сыграли дома 0-0, на выезде вели в счёте, но при моей ошибке мы сыграли 2-2. Выйдя в премьер-лигу в один день, факел и торпеда продолжили сражаться уже на новом уровне. За последние два сезона, я думаю, наши игры приобрели особую принципиальность в силу того, что, наверное, мы и они решали одни и те же задачи, что в прошлом сезоне и они, и мы ставили задачей выйти в РПЛ. И в этом сезоне, по сути, и они, и мы решаем ту же одинаковую задачу – сохраниться в этой лиге. Отсюда, наверное, и такая принципиальность. И наши игры получались всё время очень бескомпромиссными, с обилием единоборств, и поэтому, я думаю, эта игра не станет исключением. Факелоны заждались победы над противником, который стал для воронежцев принципиальным. В предыдущий раз факел обыгрывал торпеда в официальном матче в 1985 году. Победный мяч забил тогда капитан команды, ныне представитель Союза ветеранов Сергей Савченков. Скажем так, я не так много мячей забивал в высшей лиге, поэтому эту игру я достаточно хорошо помню. Команда Торпеда тогда была, скажем так, элитная команда, одна из лучших команд в Советском Союзе. Поэтому и на то время, на время нашей встречи, они где-то впереди шли. Думаю, что в пятёрке как минимум. Но я скажу честно, здесь вот этот гол, мне нужно разделить с нашими болельщиками. Только начался второй тайм. Нужно было организовать оборону где-то. Я не хотел подключаться к этой атаке. И тут стадион начал скандировать. Бригадир, бригадир. Ну вот, пришлось идти. И Геннадий Сашенко сделал подачу. Ну, в принципе, на игры она была. Сашенко, Мхитарян подавали штрафные угловые. И я выпрыгнул напережение, я перейдил в защитника. Там вратарь тоже пытался исправить ситуацию, забив гол. И достаточно спокойно, как я помню, сейчас мы довели игры до конца. Я думаю, что это не какая-то закономерность. Это просто так случилось в течение обстоятельств. И такая, можно сказать, статистика, которая была найдена, так сказать, подтянуть её под наше противостояние. Я думаю, что к любой полосе приходит конец. Поэтому, я думаю, приложим все силы, чтобы эта статистика прервалась. Всегда любые серии заканчиваются. Выигрышно, беспроигрышно. Это я думаю, что нашим ребятам сейчас по силу обыграть торпеды и прервать, скажем так, недоразумение, которое случилось у нас именно с этим соперником. Так что желаю им удачи. Слышали, что на выезд собирается очень большая группа болельщиков, которая будет нас горячо поддерживать. Я думаю, даже у нас будет преимущество в этом компоненте. Мы будем чувствовать себя практически как дом. Поэтому мы очень на них рассчитываем, на их поддержку и будем стараться оправдать всех ожиданий.